welcome welcome дорогие друзья теперь четвертая игра счет 21 в пользу команды старки это турнир стримеров в котором я участвовал в команде с мурфом мы заняли 5-6 место но если регламент учитывать то 5 6 еще номинально мы заняли 5 не всегда это удивляло что в регламентах турнира даже если призовые одинаковые по какой-то неведомой причине не хотят прописывать четкие позиции командам хотя например в тех же самых футболе хоккей там теннисе где есть рейтинг важный до учитывающиеся эту позицию четко прописывают то есть она зависит от какого-то показателя так вот а почему же считаю что наш показатель должен быть выше чем там кто у нас там 6 тоже закончили что вылетел из головы кто там команде ставки проиграл никого не старки команде за как-то проиграл ли на ли на паунда потому что мы в группе заняли первое место у нас номинальный рейтинг команды был уже выше то есть поэтому мы вроде как гипотетически должны были быть 5 если этот показатель не учитывать то вроде как мы сыграли 21 значит мы тоже должно быть выше потому что мы целую очку забрали в серии best of 3 но это так просто мысли вслух и всегда было это интересно как вы думаете почему на таких вот туриках типа там лига легенд дота если призовые одинаковые для позиции там 9 и 10 то команд просто обе ставят на десятое место ничего за бред одна же за них была сильнее все равно это же очевидно что одна была сильнее не может такого быть что все абсолютно показатели одинаковые это кстати теория игр говорила я помню когда читал еще в детстве читал как в детстве в институте для меня это детство было книга теория игр так и назывался в теории игр было сказано как раз таки что нет ни одного вида спорта в котором нельзя было бы определить победителя хоть по какому-то параметру потому что не будет никогда идентичных параметр параметров у всех команд хоть один параметр она будет лучше у одной я-то еще задумался думаю про себя насколько глубоко может заходить это все и ведь и вправду если начать тут копать 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 то может дело дойти даже до фарма то есть прям но в лиге легенд а может дойти до фарма и окажется что вот и даймонд прок зафармил на одного крипа больше чем там севка следовательно его команда при абсолютно всех равных других показателей будет выше стоять и тут так вот теория игр говорит поэтому четкое определение позиции всегда должно быть но видимо инклюзивность этого мира говорит что нельзя быть на последнем месте одной команде нужно чтобы все были на последнем месте или точнее наоборот нельзя чтобы команда была на последнем месте поэтому все на девятом здесь all-in даймонд не выигрывает смайд войну севки если бы выиграл было бы гораздо лучше но он пытается его добить с флэша добивает перепрыгивать не очень удачно старки поставки будет эти работу у него будет еще подкидывание по старке прыжок красиво w попадает еще с карпача там уже подходит скид который забирает дабл баф пытается добить авто атака аши добивает но в игр зарабатывать себе келец и дабл баф куча флэшей пропинговывает даймонд прокс вот он маршрут из красного леса ашу лес оппонента это к чему веду к тому что у нас тут был разговор в одном матче когда я объяснял своему леснику что ты с агрессии можешь джарванов sky прийти к нам из красного леса причем я ему говорю просто с красного кемпа не обязательно весь лес даже фармить а он этого не мог понять как это можно вообще сделать ну вот так вот это можно сделать даймонд просто зафармил весь свой красный лес скипнул все остальное пошел убивать грагаса знаю что грага стартовал синего леса он успеет его поймать на красном бафе сейчас грагас идет вниз хочет поймать ашу и хемера без флэша которые остались счет у нас 21 самое интересное произошло в игре номер три которая игра номер три под номером один у нас было две игры на номер три поэтому кому интересно короткая версия смотрите самое начало ролика игры номер 32 а игры номер 31 надо смотреть концовку но там там много мата потому что там даймонд решил прикрыть интересно и выходят в итоге на митске в потратил свое заклинание даймонд здесь прыжочек 1 автоатака по крепу замедление и подкидывание даймонда возвращает себя дабл баф горит спасибо что поддержал теперь он мой забавно даймонд до сих пор не забрал синие ребят обратите внимание вот тот самый даймонд за которым наблюдать просто одно удовольствие потому что он максимально прям все контролирует на карте и однозначно лучший лесник этого турнира даже учитывая что был здесь анечик анечик сыграл крайне слабо на этом турнире севка наверно номер два лесником я бы назвал его но тут сложно потому что севка против анечка проиграл две партии там и в игр помните был от анечка сильный этот может быть просто по рейтингу я бы типа поставил там даймонд отыграл турнир на девять с половиной из десяти да там были тоже ошибки понятное дело где-то закапываться прям совсем статистику то есть девять с половиной из десяти на 95 процентов а там анечик и севка отыграли относительно даймонда всего лишь там на 60 процентов настолько голова выше и здесь это не совсем даже чемпионами связано их ты никто не ограничивал по чемпионам не чемпион пул был огромный то есть они очень например на в игре великолепно отыграл но вот другие матчи на схожих чемпиона даймонда сыграл плохо и если кто-то скажет что просто даймонд играет на часовых чемпионах но если через этот рандал или волейбирту ты крайне странно ладно он сбокался купил себе просветку купил уже часть горя дринкера забрал наконец-то синий баф и хочет начать дракона но у него запущен мид запущен боты как-то вне позиции он к этому объекту и вот сразу кроет три человека освободившиеся но он четко говорит своей команде мне нужна поддержка на выходе на дрэйка просвет каши пролетела видит они что как бы кайца каллиста и вопрос теперь как восстановить приоритет на мидлэйне чтобы можно было начать делать дракон без приоритета на мидлэйне это сложно делать ну либо просто даймонд забьет у него красный лес начинает вставать сейчас а его бот хорошо зафризил линию тогда они останутся без early дрэйка быстрого и скорее всего это будет размен дракона на геральтку на топе они решили отобрать орна у оппонента оппонент решили сыграть еще через джакса в эту в этот драфт идея неплохая джакс имеет очень сильный лейтгейм но оба коллектива откровенно говоря у них так называемый лаков энгейджинг то есть у них очень мало инициативных чемпионов команды даймонда это он сам и больше никто грага спалился на вардах там то ли то ли что и даймонд получает невероятный просто приоритет сейчас в лесу оппонента он забирает у него синеба забирает громко он оставит его без левела ребят грага скорее всего все еще там сидит потому что у него красный лес еще не заспаунился ему не было смысла уходить он реально там все еще сидит аша создала просветку показала где он там сидит теперь уже он знает что его заметили и даймонд думает начинать делать геральт кулин по темпу он вроде успевает стартануть у него и сирн да он хочет успеть это забрать доклирить на и на красный лес и потом бежать на дракона со целым предметом и ботинком грага сам просто быть нереально и невероятное преимущество у соперников инициация строится через грагаса ульт но это все такое 900 900 смайт он дышит просто ворваться потому что шестой уровень севка все еще 5 не добил надо пройти вперед ударить по глазику глазик разворачиваться тролли даймонда но все же он забирает этот объект и вопрос будет часто дофармливать с ботинками или по сразу срекольца до дофармливать с ботинками причем с красным почему стартует странно я думал он пойдет полностью заклирит весь красный лес он походу просто красный баф хочет взять и все да не странно тогда ну типа красный баф можно было и попозже взять последовательность тут не имело значение если ты два эти кем поделать просто красный забирай позже ты себе ты себе это делаешь красный баф подольше он держится по таймеру вот игра больше похоже как раз таки на вторую и третью первую где даймонд ну просто показал ху из ху оппонентом они просто потерялись вообще не может все в нигде найти себе ганга 48 фарма у него на фоне даймонду выглядит просто слабо грагу чтобы по power фармится ему этого не дают где теперь леса нет потому что он пытался найти ганг на боте или контраганг на боте сидел ждал 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 так и не дождался ну и вопрос будет ли пытаться даймонд делать сейчас дракона либо сделать это попозже пробегать через просветку его увидели ульта аши попадает клиент скарпак нажимает там оказывается грагас и даймонд просто отходит а линия все еще зафрижена она так и не отфрижилась за все это время сколько там интерес и преимущество по фарму сейчас ваши потому что аша должна была фрифармится а вот как раз соперник только кусочки забирал которому позволяла аша 81 не успел увидеть вторую цифру сейчас даймонд опять так нажмет шташа отходит сторону смайт война будет севка будет мешать даймонд решать не играть смайт войну делать сам инициацию по севки очень много дамы же севка погибает украли рейка на флэш подкидывание не попадает но зато потом попадает через w цепляется за к листу и убивает ее еще можно оставить геральтку снизу для аши что он сразу же делает но чуть-чуть запоздала и катастрофа ребят это у нас бы 105 получится полная серия до пяти игр я не думаю что это преимущество потеряет уже как-то здесь даймонд орден не хочет реколится почему он все еще остается орден как будто хотел разменяться kill в kill начал ждать потом начал делать рекол потом передумал сейчас в итоге джак сломал там пластину на топе орн отпушил кое-как там пару крепчиков и теперь уже реколится глубоко глубоко подвышка потому что джак гораздо больше восстановил здоровье орден все еще не реколится ребята у него ульта откатилась он хочет ультой воспользоваться потопа потому что анечка еще приходит анечку ловит но это глупости это полной глупости анечка решила сейчас потроллить немножко возможно даймонд этот колл тоже сделал но фактически здесь надо было играть практично мы победили на боте ты просто реколе штор на топе ты не тот чемпион которого не должен проигрывать по фарму на топе и так далее товар дайв грагаса не получился товар дайв у севка в тильте севка попытался сделать товар дайв но то ли подставился под анечкин стан то ли что там произошло даймонда что да не смотрел анька заработала киилл у них ничего не вышло а даймонд его еще лес обворовывает и все это время power farmers у даймонда 104 фарма у севки 5803 ребят вы говорили пейшнс типа победили в лесу вы говорили шаду фиаши победили в лесу ребят вот что значит победили в лесу вот он джангл див во очередь там просто грагаса не существует до конца игры теперь у даймонда уже мерки и уже hex drinker то есть грагас просто 0 до конца игры теперь ему столько киллов нужно теперь вернуть потому что по фарма он уже не вернется сейчас игра разгонится по темпу кто не в курсе именно поэтому power farm подразумевает чтобы power фармить из первые 10-15 минут не дольше лесники имеется ввиду да не только лесники там многих чемпионов касается многих позиций дело в том что после 15 минуты начинается максимальный экшен на все карте и у вас нет времени больше фармится у вас нет времени где вы можете как-то зафлизить линию как-то переграть оппонента за счет того что они вынуждены отходить там из-за малого количества здоровья вы могли это преимущество по фарму заработать только в первые 15 минут некоторые чемпионы вообще только в первые 10 после этого все преимущество не будет нарастать она останется таким как есть вот куда им это сейчас идет плюс 40 фарма преимущество и если они не будут просто убивать час всех подряд и фармить все подряд дальше играть типа будет продолжаться то он так и останется 40 фарма преимущества не можете как анечка сиркалец через телепорт летит анька со станом шинкайзер пытается успеть добить вышку не успевает вовремя ее добить анечку спевать сюда прилететь и шинкайзера убивают и не убивают потому что сразу два игрока образовались скиф образовался и райкан образовался правда возможно это образовались просто киллы для даймонд прокса прыжок от не успел даймонд 2 авто атаки по крипам чтобы подкинуть сразу же игрока но вышку на топе они сломали по деньгам это ничего не дало потому что вышка уже была убита до этого на бот-лейни аша все это время фармится даймон сидит там гракса про себя думает ладно молодец бочку поставил анечка умерла но это был размен килл в килл даже килл за два килл а там же его игр погиб и к листу данип же креста чего умер а кости же не было наверху ли мне показалось она была тоже до краба забрала без но вот первые первый фарм который он отыграл выходит он октамара дает замедление по нему но даймонд уже здесь играть ты чё а может быть и не ты чё ребят а может быть ты чё ты чё а чё ты а вот я чё дата поживаешь и не было слышать про понимаю она просто прижалась к стенке и просто умерла такие моменты бывают жизни ваши вопросы прижимаетесь к стене и погибаете там не хочет идти за объект сражаться без аши когда оппоненты все сбег его даймонда полторы тысячи на руках решает просто реколец докупить хекс дринкер до конца в маломортиус превратить и уже за следующий объект сражаться именно дракона аша была слышал я сейчас смотрю на но это страны то place аша была готова воевать но всякое бывает где-то зазевалась где-то посмотрела не так он мы смотрели вчера финал верхней сетки это было это уже было в финале нижней сетки старки между как раз таки команды демона либо команды flash in the night а и фидеки в один момент просто посмотрел на другую сторону экрана и не заметил как в него сделали инициацию звучит крайне глупо но типа с точки зрения человека я могу понять то есть там его команда сказал я хочу сделать ганг на топ он посмотрел наверх что там происходит задержался там чуть чуть подольше такой знаете brain lag произошел чуть чуть подольше задержался смотреть этот момент что там происходит на топе моменты в него просто инициацию провели а он спит его чемпион не двигается ничего как будто лаганул но это был лаками на мозга потому что то что награла кстати на ксенджао и он потерял интерес к игре то что ксенджао не смог там разогнать матч в отличие от как от того что делать сейчас дамин красиво отталкивает трех игроков продолжает за ним погоню ворачивается от бочки пытается продолжить дальше врыв за оппонентами не выходит его ловит хекс дрэнкер его спасет но надолго ли красиво отпрыгивает сторону и просто переиграл и уничтожил на шора правда не взять не смогут они убили двух игроков потеряли вышку на топе потеряют вышку на медлей не до на шор еще две минуты поэтому они уничтожить не смогут надо уже подумать может быть джонки ну типа guardian angelia у этом что-то как-то затянуло сражение давайте послушаем переговоры когда-нибудь их ругать будет не нужно и вообще мы играем не на теле мы играем за объекта наша основная задача можно поскрывали тир один товар сейчас мы будем играть за тир 2 нужно он поставить на бот разойдитесь дело дело говорит мельфинь будет через и все кнопки есть так что как спабота еще идет посмотрим хоть кого-то да можем можем выберем клинз вообще все все что угодно просто нужно а несут работе можно на боте посмотреть я пошел на боте здесь рейкан можно плавить вот здесь давайте миксом досмотреть джак шашу вам идут спрекцию да вам идут все нормально нормально а по обе горо паве горо паве ой куня Вообще, если мы деремся, ребят, нам все нужны Хуйня какая-то сейчас произошла У Анечки есть ТП, она его не нажимает Аше говорят, что смотри на Джакса Она смотрит на Джакса и не смещается вниз Ну, типа, что за бред Почему Анечка не нажала ТП сразу же? Почему Аша не начала смещаться сразу же? Мне кажется, они сейчас пятером бы выиграли эту битву Они просто выкидывают преимущество, которое было У них было преимущество 10 на 3 Стало уже 8 на 12 Они 2 кила сделали С ценой 3 килов каждый раз Они сейчас гига много потеряли на этом Преимущество по золоту максимально выровнялось Да, Даймонд все еще дико сильный Но это Ксинджао Это чемпион, который теряет свою актуальность очень скоро Вот следующий предмет, когда он купит Это будет Death Dance У него больше не будет пауэрспайков То есть он просто упрется в максимальный свой урон У них все еще будет оставаться очень быстро на шорт По Хеймеру тут решили работать Но молодец, Даймонд все это дело прочитал Блин, красиво-красиво Он увидел, чем занимается Орхидея Он понимает, что это полная херня Чем она занимает Сейчас у него просто ворвутся 3 игрока И он просто позвал всю команду ловить на том Что они будут ловить Орхидею Какие же прыгуны ублюдочные у команды Старки Просто я вот честно Как лесник вот смотрю на это Мне просто блевать хочется Таких драфтов, как у оппонентов Просто все эти ублюдки прыгают туда-обратно Никого не зацепить, никого не убить Потому что я играю там за Явелинку За Казикс У меня там один прыжок на весь матч И флэш А эти просто прыжок Прошло полсекунды прыжок Прошло полсекунды прыжок Прошло полсекунды Блин, ты что за нормальный Одно дело, знаете, когда там Изреаль прыгает Но это концепт чемпиона Он самый похож на концепт этих чемпионов Ну вы поняли, да? Тех, кто прыгают постоянно вместо сражения Но Джакста какого хера прыгает каждые 2 секунды? Грагас какого хера прыгает каждые 2 секунды? Чё это за бред? Ну вот Райты так с КДРом пошутили в свое время Теперь мы с вами наблюдаем это Ну Райкан, ладно, ему можно Потому что он похож на концепт этих чемпионов Не решил сюда подходить Потому что он Вейгард давал заклинание На что разобрала команда Даймонд Все равно за это Но если бы там был вместо Грагас Мини прыгающий чемпион Или мистер Джакса Ну та же самая Камила какая-нибудь Скорее всего вся команда Старки там бы умерла просто Еще и Калисто прыгает постоянно Она, кстати, не похожа на концепт этих чемпионов Вы знаете, что Калисто? Это призрак Стак и сделал Подпушивает Даймонд Говорит, просто гоу мид 5 У нас есть Орн И плевать, что там оппоненты будут делать Ну, в общем-то, есть в этом Неплохая шутка Ракан принял на себя ульту Калисто спасает его Ульты Ашей нет, но инициацию все равно никак не провести По команде Даймонда Дальше крипы были зачищены, чтобы подниматься Нужно кому-то уже возвращаться, останавливать Джакса Да, и туда отправился Орн Принимать его с пачкой крипов На самом деле, можно было, наверное, даже двух игроков отправить Либо сразу же отправиться на перекрытие Джакса Ну, Джакс уже должен был с рекордицем Он там прыгает А вот он, слушайте, он вышел на Ашу Странно Хватит дэмэджа К Тамару убивает, но теряется Вейгр Теряется Калисто Ли теряется, да, теряется Орн не выдал ульту А что, все умерли? Анечка тоже мертва Остался один Даймонд Прокс, который пытается убить всю команду У него это получается Анечка-то от чего умерла? Я видел, как убили Актомара Хеймердингера, я так понял, добил Джакс Но очень плохо прошло сражение Вот эти вот темы с разворотами, они всегда под вопросом Потому что вы вроде разворачиваетесь на Джакса Но при этом у Джакс оказывается лучше позиция Потому что он обгоняет вашего топ-лейнера Ваш топ-лейнер не может вернуться в битву сразу же В данном конкретном случае Даже хорошо, что Орн не вернулся сразу Потому что оппоненты сами побежали внутрь Вашу И Орн оказался прям идеально Если бы он был на том же месте Опа, старт Скиф пролетел Прокаст Кондуктор все это дело заблокировал Но битва будет продолжаться Флэш На шишку предлагает Даймонд прыгнуть через нее Вжухнуться Вжухнулись Если оппоненты пойдут дальше Это ГГ для них Но это ГГ, все Матч закончился Потому что Даймонда здесь никто не убьет Но есть только Скиф не будет Херней страдать Ой, Скиф оговорился А не Скиф, а этот Орн Джакс просто Наношу дэмэдж говорит Погодите А как они опять умерли? Да что же вы делаете? Ребят Ребят, как они умудрились умереть В ситуации, где умереть нельзя было Как Анечка опять умерла И как умерла Аша опять То есть ворвался к Синжалу вместе с Орном Они убили двух игроков И после этого Анечка вместе с Хеймером Просто отдались ни за что вообще Их не Джакс не бил, ничего Они просто побежали к выигру Со словами кидай в меня кушку Ну и выигра кинул в них кушку Оля-ля Что-то Что-то тут Что-то я бы Анечку ей не пикал Вот что я хочу сказать Она первую игру играла на Анечке И они тоже проиграли первую игру с Анечкой У нее список чемпионов есть Да, против нее сейчас 4 бана делают Но, ребят Давайте будем объективны Оппоненты не будут контрпикать ее Ввиду того, что у оппонентов нет ничего Кроме Вейгра и Картуса Картуса вы баните Причем я не особо понимаю Зачем они Картуса банят Ну, типа Это тот чемпион На котором может сыграть абсолютно любой человек Серьезно Ну, Картуса он дико простой В исполнении В механике И в ленинг фазе То есть Можно фактически играть против Вейгра Картуса Ну, это так просто мысли Но в идеале, конечно же Это Картуса надо в лес забирать Чтобы Вейгра оппонентов Хоть и оставался Но Уже были бы проблемы Но Даймит не хочет терять преимущество Своего гапа по лесу Потому что Картус не будет давать гапа по лесу Он будет давать просто небольшой перевес Это все плохо закончится Аша просто представляется Было, что мы Они проиграли игру Ребят, как можно проиграть игру Абсолютно выигранную Еба Еба Они просто проиграли Абсолютно выигранную игру Аша Позиция под названием Я в лигу впервые зашла Тут, короче, попробовать Что за чемпионы Как играть в эту игру У нее нет флэша Она стоит ближе всех К оппонентам То есть не так, что Они там на шоу разоберят Я просто покажу вам повтор Не так, что Типа ее кто-то отзонил Вот Аша Следите за Актомаром Ребята Он дает просветку Кидает ульту Аши Не попал И бежит в оппонента Смотрите Блядь, ну ты нормальный чувак Ну у них ульта Грагаса У них ульта Рейкана Ты бежишь Ты вообще Отсюда не должен был выходить Ну куда ты идешь Ну что ты делаешь Дружочек Ну что ты делаешь Дружочек Пирожочек Ну научись Как говорится Позиционироваться Не говоря о том Что когда он не попал ультой После этого Надо было просто Перестать Что-либо делать Я не попал ультой Просто ждем Чувство позиционки Конечно сильно страдает У многих игроков На этом турнире И я вот вижу Что у многих игроков Есть свои проблемы То есть у меня там Моя проблема Это тильт и рейдж То есть мне Иногда не хочется играть Там в соло-ку Поэтому Не гапуясь По этому И тильт вызывает Ну Пайло И тильт у меня Вызывается еще тем Что Да-то мальчик Просто пропал О попали Что про тильт Хотел сказать Тильт у меня вызывает Какое-нибудь желание Пойти играть Другого чемпиона А потом удивляюсь Что я на нем Проигрываю Ну не трудно Что я на нем Проигрываю Я на нем Не умею играть Но я настолько В тильте нахожу Что я уверен Что я могу Сыграть и этого чемпиона Мне вообще Насрать Вот это Типа моя проблема Да И на чемпионатах Она в меньшей степени Проявляется Конечно тоже проявляется Там Когда руки Опускаются Еще в матче Где можно Можно играть Но я вот Заметил Тут у некоторых Игроков Позиционка Ну просто Отвратительная При этом там Чувак Около мастер элла Ты смотришь Боже мой Ты точно Около мастер элла Ты даже не понимаешь Концепт Походу Как надо стоять В тимфайтах Тут вот Flash of the night Умная вещь Сказал Когда он сказал Что мы должны Играть пирамидка И это Я такой О ничего себе Он оказывается Это знает все Ну он там Бывший прогеймер Просто я думал Тогда еще Мало кто Про это говорил В те времена Когда он был Прогеймер В 2015 году Кстати они выиграли Сражение Пирамидка Ну понимать Что такое Пирамидка То есть это должен быть Один фронтлейнер Инициатор Два фронтлейнера Защищающих Ваших дамагеров И два дамагера Сзади Это типа Пирамидка Ну и это Обычно Драфт Front to back Так играется То есть Вот драфт Diamond Prox Кстати Должен так играться У них Они должны играть Front to back Потому что Давить может Только Diamond Prox С Орном Остальные игроки Не могут Задавить Вместе с ним И вот Эта позиционка Которая там была Это было видно Что Аша Просто не понимает Где ей стоять В тимфайте Она Ну просто Прет Непонятно куда Аша Должна быть Дальше всех По позиции Когда бы Они не шли То есть Если Хемер Стоит перед тобой Это нормально Если Хемер Стоит позади тебя Ты должен встать Позади него Конечно Не в полусражении Это делается А Позиционка С самого начала Вот сейчас Она стоит правильно Команда Хочет фэйсчекать Это она должна Стоять сзади Сейчас Было все верно Команда Заходила сюда Заходил Орн Вместе с Ксенчао Они заняли позицию Там Если у вас фланганут Конечно Это проблема Ашу Очень сложно Прикрыть тогда Поэтому у этого драфта Гигантские проблемы По флангам И из-за этого Им очень тяжело Играть со спритпуш Джаксом Который постоянно Норовится Выдти со спины Потому что Они не могут Прикрыть Ашу Сзади Ксена И Орн Не смогут Развернуться И помочь Этому процессу Но если Аша Сама Выбегает Вперед Ксенчао То у вас Проблема Не с драфтом У вас проблемы С дурачком На Адекере Типа Который сам Выбегает У меня просто Подгорел С этого момента Вот сейчас Он занял Актомар Правильную позицию Все Стой Не дергайся Ему там Предмет Сейчас еще Сделают Команда Даймонда Ищет врыв Орн будет Сейчас Он занял Казать Позицию Прикрывать Актомара Ищет Ульту Ульта Ашу Полетит Пошла Ульта Орна Подкидывание Флэш Попадание Клинт сняли Все Можно отходить Потому что Нужно прикрывать Ашу Нужно прикрывать Ашу Но команда Не отходит Это грубая ошибка Здесь уже Не Аша Виноват Это игроки Команды Виноваты Фронт Тубэк Вы сделали Врыв Не победили Всем Отступать Убивать Джакса Прикрывать Ашу Я вам покажу Сейчас повтор Этот ребят Смотрите Когда нужно Было начать Действовать По другому Вот они Сейчас делают Врыв Первое Подкидывание Не попали Попадает Ульта И они Видят Телепорт Все Сейчас Должна Ити Информация Вот эта Вся Двойка Возвращается Назад Прикрывать Ашу Орн Прикрывает Ашу Что делает Орн Следите За Кондуктором Кондуктор Ставит На Шенкайзера Заклинание Делает Врыв Вообще Непонятно Куда Бертлав Глаза Красные Бью Скорпака И Хемер Дингер Глаза Красные Бью Севку Ребят У вас Главный Демедж Дилер Вот Какого Хера Вы ее Предали Вы Причем Видели Телепорт Вы Просто Встречаете Этот Телепорт Всей командой Кроме Ксинжао Ксинжао За счет Своей Ульты Выживет Матч Закончился Уже Да Матч Закончился Ну Там Было Видно Что Они Проигрывают Все Даймон Доставляем Все Разворачиваются Убивать Этого Игрока Так Правильно Играется Этот Драфт Если Вы Его Так Не Играйте Тогда Нихуй Так Играйте Этот Драфт Тогда Играйте Вместо Аши Кайсу Если Вы Хотите Делать Дайв То Вы Играйте Вместо Аши Кайсу И У вас Тогда Орн Дайв Ксинжао Дайв Эти Кое Как До Оттуда Добегают И Кайса Прыгнет Просто Сюда Или Играйте Чемпиона Который Сам Себе Позаботится Там Есть Такие Тоже Чемпионы Типа Из Реаля Он Скажет Тут Типа За Мной Джакс Гоняется Я Буду Прыгать От Него Теперь Он Будет За Мной Прыгать Я Буду От Него Прыгать Мы Так До Конца Играть Я Буду Допрыгивать До База Он Будет Прыгать За Мной Типа Или Джин Например Он Б Сразу Дал По Джин Тоже Себе Может Позаботиться Кто Не В Курс Он Сразу Дал По Нему W Зарутил Дал Потом Авто Атаку И Побежал Джак За Нем Гонится Он Бьет Его И Бегает Типа Джин Тоже Себе Может Позаботиться Варус С горем Пополам Может У него Замедление Но Варус Скорее Все Тоже Здесь Было Не Жить То Я Просто Вижу Что Они Не Отыгрывают Тимфайт Потому Что Они Не Понимают Что С Этим Тимфайтом Делать Почему Весь Каст Идет В Эту Калисту Какого Хера Вообще Эта Калиста Что Тим Делает Вот Ваша Цель Вам Нужно Чтобы Актомар Стрелял Зачем Вообще Бьете Эту Кайсу Забудьте Про Нее Кайсу Калиста Вы Поняли Забудьте Про Эту Калиста Вот Ваша Цель Джакс В Него Надо Кинуть Ракеты В Него Надо Поставить Турельки И Прописать Стана Анечки Вот Что Нужно Делать Ну Я Кондуктору Надо Прыгать Вообще То В Штуку Я Не Сам Поставил Сам Прыгнул Куда То Другое Место Я До Сих Пор Этого Не Понял Боджеты Поставил Сюда Почему Ты Не Дал Подкидывание Ну Видимо Мышка Дернулась Такое Тоже Бывает Странно Ну Все Там Они Убили Каллисту Потеряли Двух Игроков Даже Представим Они Убили Еще И В Игра У Нехватка Будет Дальше Дамеджа Потому Что Кто Тоже Убивать Джакса А на Джакса Вы Можете Убить Только Через Магический Урон Потому Что Авто Атаки Не Работают Ну Там Ксен С горем Пополам Может Как Убить Потому Что Очень Хороший Сустейн У Ксена Ну И Много Денег У Этого Конкретно Ксена Но Это Не Сработало Б Конкретно В Должен Был Выиграть Игру Или Что Это Такое Другой Какой То Момент Обидно Проиграли Шендрил Так Я не знаю Анечку Они Епикуют Анечку Она Ее Видимо Не Играет Может Ей Сказали Потренирую Анечку Она Сказала Потренировала И Все Нормально Ну Типа Как Вот В этом Молодец Мурф Он Не Оскорбляя Людей Это Вы Думайте Что Не Оскорбляя Людей ММ Пирамид Когда Он Четко Говорил Ну Это Пиво Типа Эта Фраза У него Это Пиво Имеется Полная Хуйня Не Надо Чемпион Играть И мы Таким Образом Для Нашего Мидлайнера Для Гатаны Избавились От Лисандра Потому Что Он Не Умеет И И Двух Игр Явно Не Хватит Чтобы Еще Научиться Избавились Там От Потенциальной Кто У нас Там Еще Был Кого Он Там Пикнул Не Помню Получается Чемпионом Проиграли 2-1 Так Мои Вице Чемпионом Проиграли 2-1 А Не Подожди Мы Даймонд Прокс Уже Не Выграли Карту Чемпионом Проиграли 2-1 Старк MVP Забирает Нет Шенкайзер Забирает У него Играл Только Шенкайзер Я могу Сказать Вот Как Ребят Как Определить MVP Это Мой Совет Как Определять MVP Знаете Как Определяется MVP Все Делается Очень Просто Вы Мысленно Мысленно Заменяете Игрока На Другого Игрока И думаете Сможет ли Выиграть Команда С другим Игроком Все Остальные Четыре Игрока Остаются Те же Самые Так Это Определяется В футболе В хоккее Везде Если Мы Поменяем Местами Там Uflame С Клаун Старки Выиграет Команда Старки Задайтесь Этим Вопросом Я Отвечу Что Да Выиграет Старки Не сделал Ничего Такого Что Она Не Может Сделать Вообще Ничего Такого Даже Шатколингом Занимался Шенкайзер А не Она А не Если Мы Заменим Скифа На Берт Лав То Скажут Здесь Они Проиграет Я Скажу Что Да Не Проиграет Но Надо Менять На Какого Объективно Похожего По силе Игрока А не Брать Самое Днище И Заменить Там Иначе Всегда Будет Прогрежда Выбрать Чуть Посильнее Игрока На Кита Допустим Выграют Они Без Скифа Конечно Выграют Заменим Скорпака На Демона Выиграют Или На Октамара Да Скорее Сего Выиграют Севку Заменим На Даймонд Прокса Это 100% Выиграют Ну Давайте На Аня Выиграют Да А вот Замените Шенкайзера На Кого Кроме Как Смурфа Мне Никто Не Приходит В Голову Серьезно Кроме Смурфа Мне Никто Не Приходит В Голову При Замене На Смурфа Выиграют Они Или Нет И Ответ Да Они Выиграют Но Только При Смурфа Здесь Я могу Найти 5-6 Еще Игроков Которые Могут Заменить Старки Будет Результат Тот Самый Потому Что Он Ничего Не Сделал Того Чего Не Можут Сделать Другие Игроки Ты Не Видел Сколько Дела Врывы Все Врывы Колы Кола Делал Шенкайзер Ты Видимо Глуховат Или Ты Не Можешь Отличить Голос Его От Шенкайзера Все Колы Абсолютно Делал Шенкайзер Все Матчи У Него В Команде Постоянно Говорил Только Шенкайзер И Лесник Старки Только Говорил Да Да Я Согласен По Драфту Он Молодец Но Да Я Согласен Это Любой Говорит Найт Мидс Но Мне Кажется Представь Что Ты Был Б Вместе Вместо Старки С этой Конкретной Командой Или Ты В чем Конкретно В этой Гре Нарел У меня Повтор Нарел Остался Ну Во-первых Я Не Лучший Саппорт Этого Турнира Но Конкретно На Эт Игре Нарел Который У меня Повтор Здесь Остался Я Не Видел Ничего Что Он Сделал Того Чего Я Бо Не Мог Сделать Он Не Сделал Ни Одной Ротации По Карте Он Проиграл Бот Лейн Дальше Они Выиграли Просто За счет Того Что Шенкайзер Монстр Ребят В этой Гре Севка И Шенкайзер Выиграли Игру Как Еще Определяется MVP Хотите Расскажу Как Еще Определяется MVP Берется Весь Финал И За Каждый Матч Просто Раздается Индивидуальная MVP За Каждый Матч Мы На Первую Гру Попадем Нет Тут Запись Далеко Ушла Надо Вспоминать Что Было В Первой Игре Это Игра Которую Они Проиграли Да Нет Здесь Уже Мертвы Короче Вот Эту Игру Выиграл Севка Он Получил Здесь MVP От Меня Дальше Шенкайзер Идет По Списку То Он Был Одинаково Скорпак И Скиф По Рейтингу За Эту Игру Какая Игра Все Еще Идет Идет За Конкретно Вот Этот Матч Вот Этот Финальный Матч Шенкайзер Номер Один Скиф Номер Два Скорпак Старки Примерно Одинаково Севка На Последнем Месте И Суммарно По Двум Даже Последним Играм Шенкайзер Просто Уничтожил Кондуктора К сожалению Для Него Ребят Джакс Идет Плюс 30 Фарма Нереальное Давление Они Отстают 3000 Но Джакс Ведет Себя Так Будто Они Лидируют 3000 И Ребят Шенкайзер С 15 Ассистами Но При этом Нереально Полезен И Второго Я Назвал Скиф И Писнет Скиф 13 Килов А Дальше Вот Они Примерно Одинаково Потому Что Старки 16 Ассистов Но 6 Смертей Вижн Скор 93 Это Молодец Но Против Хеммер Это Не Сложно Делать Потому Что Хеммер Не Может Вард И Расставлять Нормально Ну А По Врывам Хз Какие Врывы Он Сделал Расскажи Мне Я Хочу Посмотреть Какие Врывы Он Сделал Может Я Чего Не Видел Сейчас Мы На Большом Экране Увидим Ребят Врывы От Него Потому Что Они Сейчас Финальный Этот Олл Ин Его Выиграл Джакс То Есть На Финальном Ол Ин Выиграл Джакс Битву Вот Джакс Который Убил Октамара Этот Врыв Он Даже Не Нужен Откровенно Говорю Он Даже Неправильный Врыв Сделал Ну Скажу Прямо Он Сделал Правильный Врыв Просто Он Сделал Несвоевременно Мог Раньше Кстати Ворваться Дайте Посмотрим Мог Или Он Был Вне Позиции Походу Можно Перемотку Сделать Так Чтобы На Тимфайт Попасть Не Он Очень Далеко Находился Да Он Раньше Не Мог Сделать Врыв Они Поймали Его На Беке Просто Врыв Он Должен Был Сейчас Делать Ну Если Был Здесь Но Его Нет То есть Он Должен Был Сейчас Делать Врыв Чтобы Вот Этих Двух Игроков Заманить В эту Клетку Если Они Не Попадают В клетку С Его Чарма То В этом Нет Никакого Смысла Грагас Пытался Откинуть Чтобы Спасти Игрока И Вот Сейчас Ульта Кстати Говоря Скорпака Подкидывание По Нему И Это Все Сделал Скорпак Если Что Скорпак Сделал Скорпак Не Растерялся Клинцем Снял Себя Стан Ультанул Прицелился И Старк Там Уже Влетел То Четко Скорпак Сделал Ну А Что Сделал Шенкайзер Просто Идеально Сделал ТП На Реакции Сразу Убил Игрока И Вернулся Потом В Тимфайт Сразу Прописался Там По Двум И Их Удобил Командная Игра Но Не Пролетит Джакс Они Б Проебали Без Шансов Не Нажми Клинца Кайса Калиста Она Б Не Кинула Райкана В Битву Ну И По Всем Остальным Тимфайт Тоже Можно Бегать По Поводу Шат Коллинга Конкретно В этой Игре Я Не Смол Давай Здесь Посмотрим Как Старк Спасал Ситуацию Хороший Врыв Раскидывание Но Он Сдох И Они Проиграли Тимфайт И Смотрим Что Сейчас Произойдет Сейчас Джакс Всех Убьет Смотрим Внимательно Смотри Внимательно Подходит Джакс Команда Даймонда Выиграла Это Сражение Даймонд Прыгает Добить Каллисту В этот Момент Прыгает Джакс Прописывает Стан По Дум Игрокам Через Флэш Убивает Одного Автоатак И Второго Через Стан Добивает И После Этого Вейгар Добивает Третьего А там Догорел От Игнает Вот Что Произошло С Еще Одним Игроком Скиф Заработал Все Эти Килы Но Это Все Сдел Джакс Он Просто Девять Ассистов Себе Забрал Старки Правильно Все Сделал У Нем Вариантов Здесь Не Было Хотя На самом Деле Он Неправильно Здесь Сделал Это Тильт Врыв Был Оппоненты Уже Уходят Через Шишку Нахуя Туда Бежать Не Это Кстати Троллинг Если Так Задуматься Это Вообще Троллинг Они Выиграли Просто За счет Того Что Джакс Оказался Очень Хорошо И Вовремя То Есть Объективно Любой Тебе Скажет Кто Замажем Никнейм Чтобы Никто На Нике Не Дрочил Что Вот Это Честь Это Погоня Тильтовая Погоня Которая Ведет Вас К Поражению Понятно Просто На Развороте Вас Встречает В Нов Вижене Сразу Ж Убивает Вашего Саппорта Убивает Вашего Адекери Кондуктор Выжил А Он Выжил Уже Не Догорел И Здесь Джакс Приходит И Финиш Все Это Здесь Уже Команда Даймонда Не Должна Была Чайзить Джакс Классно Сыграл Классно Кил Дальше Забавно Что Все Киллы Достались Здесь Грагас Достался Килл Здесь Скиф Кинул Даблью Кстати Видели Как Скиф Кинул Даблью Ребята Скиф Красава Кстати Как он Кинет Даблью Эту Даблью Невозможно Задоджить Он Кидает Кушку Попадает Ей Кидает Даблью В Стенку И Ее Не Видно Вот Она Летит Даблью Но Она Не Видно Как Она На Землю Приземлиться И Актомар Этого Не Видит Никто Не Видит Потому Что Нет Анимация Она Просто На Нем Появляется Он Пропадает С Карты Вау Он Ее Кинул В Эту Стенку Типа И Поэтому Ее Не Видно Реально Красавчик Этот Врыв Он Ну Типа Ребят Побежали И У Меня Есть Ульта Прикольно Представьте Джакс На Две Секунды Позже Прибегает Вы Теряете Калисто Скиф Не Убивает Даймонд Прокса И Спокойненько Просто Отходит Команда Даймонд Прокса На Рекол И Потом Забирает Икру По Моему Мнению MVP Шенкайзер Старки Молодец Скорпак Тоже Молодец Скиф Он Молодец Новые Игры И Картусе Но Вопрос А Какой Хера Он Только Новые Игры И Картусе Играет И Почему Никто Это Не Контрит Это Обидно Ну Мне Кажется Просто Это Наказывать Но Мы Тоже Это Не Наказали Нам Было Нечем Наказывать Видимо Ни У Одной Команды Нет Возможности Это Наказать Такое Печатление Что Была Возможность Только У Двух Игроков Это Наказать И Оба Этих Игрока На Этом Турнире Сразу Вылетели Сев Сев Странно Странно Получу Потому А потом Кейси Сказал Что Ему Надо Тогда Убрать Этот Пункт Потому Что Его Все Заполнять Надо А Люди Думают Что Ты Не Хочешь Попасть В Команды Там Нет Формулировки Не Хочешь Менее Предпочтительно Я Сказал Менее Предпочтительно К Старке Почему Так Потому Что Он Саппорт Нахуя Мне К нему Попадать В Команду Ребят Он Саппорт Я Тоже Саппорт Нахуя Мне К нему Попадать В Команду Чтобы Он Играл На Мидлайне Или Чтобы Он Играл В Лесу Если Он Меня Выберет Лесником Ну Хорошо То Кому Ты Хочешь Больше Всего Кому Ты Меньше Всего Хочешь Попасть Это Не Означает Что Я Не Хочу Попасть К нему В Команду Или Что Я Его Не Люблю Так У Нас Там Что Пролетело Сейчас Прочитаю Донат Виви Вот Если Тебе Легкую Победил Турнир Главное Было Обосрать Своих Жеклонов Нет Если Меня Клонировали У Нас Было 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 Два Хороших Огрока На Позиции Лес И На Позиции Саппорта На Всех Остальных Позициях У Нас Был Хуёвый Игрок Ви Просто Нельзя Игру Старки Чел Пишет Почему Ты Не Любишь Старки Согласен Да Но Это Гений Ребята Это Просто Гений Ты Анализируешь Игру Говоришь Что Здесь По Игре Чувак Сыграл Молодец Хорошо Но Так Бы Сыграл Абсолютно Любой На Его Месте В Этом Моменте Например Норел Он Сыграл Отвратительно То Есть Игра Его Норел Была Во Второй Игре Как Минимум Получше В Первой Игре Третьей Первой Игре Вы Поняли Да Про Какую Я Говорю Она Была Просто Отвратительно Потому Что Все В Врывы Ну Я Не Могу На Вторую Игру Которую Вторую Они Играли Он Уже Получше Се Чувствовал Ввиду Того Что Он Понял Свои Ошибки И Это Он Молодец Но Тут Еще Была Гигантская Просто Доминация Лесника Над Даймонд Проксом Здесь У Даймонд Прокса Не Пошла Игра Он Там Умер Здесь Умер У Него В Один Момент Была Статистика 0 1 А у Джарвана Было 4 0 0 И Получилось Что Даймонд Вроде Как Сыграл Также Только Не Получил Киллов То Даймонд Получил За Всю Ситуацию 350 Золото 450 350 Не Знаю Сколько Там Было Человек В Ассистах Участвовало Севка Получил За Это Полторы Тысячи Золото Как То Чет Как То Не Честно Давайте Здесь Посмотрим В Врыв Рэл Стан Чувак Промахивается Отходит В сторону Просто Бегает Просто Бегает Просто Бегает Продолжает Просто Бегать Кидает Стан Промахивается Продолжает Просто Бегать Команда Уже Ворвалась Уже Всех Убила И Тогда Он Уже Впрыгнул Ну Ребят Даже Вот Здесь Это Не Он Сдел Игру Это Сдел Сейчас Джарван Если Вы Этого Не Видите Мне Вас Искренне Жаль Кто-то Скажет Он Должен Был Просто Стать Дефендить Вообще То Рэл Здесь В сто Раз Уже Могла Сделать Врыв Тем Более Что У Нес Флэш Игнайт То есть Он Откровенно Говоря Упустил Столько Возможностей Сделать Врыв Что Они Чуть Были Не Проиграли Это Сражение Себ Оппонентов Повезло Убежать То есть Они Знают Что У Варуса Нет Флэша Варуса Подкинули Старк Стоит Здесь Почему Он Не Здесь Стоит Мне Объяснит Почему Он Не Стоит На Одном Уровне С Сев В Это Подкидывание Он Должен Просто Сделать Флэш Врыв Варуса Стяжечка По Трем Игрокам Ггвп Матч Закончился И Вообще На Эту Вышку А Он Просто Бегает Потом Варуса Ульта Они Решили Отойти Играем Аккуратно Стан Не Попадает Но У Него Еще Куча Других Заклинаний Он Все Еще Может Сделать Врыв В Больше Пользы Чем От Саппорта Будет В Тимфайте Это Вопрос Я Думаю Это Все Связано С Тем Что Старки Мало Играет Норел Он Просто Не Уверен В Своих Действиях На Этом Чемпионе Я Думаю В Этом Проблема Шанкайзер Два Раза Выиграл КСА Кстати Да Красавчик Потому Что Старки Лапнутая Версия Не Дай Бог Не Дай Бог Ребят Спасибо Не Надо Мы Что Я Хочу Стать Флэш На Этом Что Ребят Не Дай Бог Быть Русским И Вешать Флаги Португалии У Себя За Спиной Вы Что Не Дай Бог Мне Нравится Как Вы Радуетесь Это Это Хорошо Хорошо Что Есть Люди Которые Готовы Прям Вот До Всего Докапываться До Любого Моего Слова Вне Зависимости От Того Какой Она Подтекст Имеет В Защиту Своего Кумира Это Прикольно Ладно Ребят Идем Отдыхать Идем Спать Завтра Увидимся Сегодня Вот Такой Эфир Подписывайтесь На канал Увидимся На Следующем Стриме Пока